В условиях аномальной жары наибольшей нагрузке подвержена сердечно-сосудистая система организма человека. В группе риска оказываются лица, страдающие ожирением, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также пожилые люди и дети. Прежде всего, мы должны помнить, что самые активные солнечные лучи с 11 до 17 часов. И в это время, конечно, желательно оставаться в помещении. Но если возникнет такая необходимость выйти на улицу, желательно одевать просторную светлую одежду из-за легкой натуральной ткани. Также, конечно, иметь головные уборы, солнцезащитные очки, пользоваться кремами. В этот период желательно пить как можно больше жидкости, полтора литра и более. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны уделять особое внимание малейшим изменениям в своем организме. Необходимо носить с собой тонометр, измерять артериальное давление трижды в день, обязательно иметь с собой лекарства и воду. Если вдруг у вас появится какой-то дискомфорт за грудиной, жжение, постарайтесь уйти в прохладное помещение или затемненное место, расстегнуть одежду, принять нитроглицерин под язык, разживать аспирин и попросить вызвать окружающих в скорую помощь. Солнечные и тепловые удары – распространенное явление в жару. Их симптомы – внезапно появляющаяся головная боль, головокружение, слабость, тошнота, спутанность сознания. Многие люди пытаются утолить жажду и охладиться алкоголем с низким градусом, а это может привести к катастрофическим последствиям. На самом деле мы знаем, что любой алкогольный напиток – это всегда интоксикация, обезвоживание организма, сгущение крови и риск повышенного тромбообразования. Поэтому сами делаем выводы.